Предлагаем вашему вниманию презентацию журнала Простор, который продолжает лучшие традиции отечественной периодики. Простор – литературно-художественный журнал Казахстана на русском языке. С 1933 года выходит под такими названиями, как «Советская литература Казахстана», «Литературный Казахстан», «Литература и искусство Казахстана». Издается в Казахстане с 1960 года, является печатным органом Союза писателей Казахстана. В Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени Гоголя журнал зарегистрирован с 1960 года. Журнал был широко известен в СССР и возглавлял его тогда выдающийся писатель Иван Шухов. В 1934 году был напечатан первый номер сборника. В нем были опубликованы переводы лучших произведений казахской литературы – Джансугирова, Мусрепова, Майлина, Сейфулина. Также публиковались переводы Абая. В журнале публиковался роман Ильяса Есенберлина «Ханкине». Позже он вошел в знаменитую трилогию кочевники. Также в журнале публиковались романы о карагандинских горняках военных лет – роман «Барьер» Джаксыбаева, роман «Корни» Берденникова. Также публиковались биографические повествования о Чекане Валиханове, академике Евнея Букетова. Если обратиться к поэзии, то среди поэтов можно увидеть такие фамилии, как Бекхожина, Унгарсынова, Мауленов. Также журнал уделяет большое внимание пропаганде классической казахской поэзии. Главным редактором сегодняшнего «Простора» является Кайрат Багбергенов – казахстанский поэт, перевозчик, сценарист. В журнале много интересных рубрик. Рубрика «Гарриея» «Простора» интересна различными темами. В ней освещены темы, посвященные 75-летию Великой Победы художникам Казахстана, искусству зарубежных стран. «Простор детям» – это новая рубрика журнала, где печатаются детские рассказы. В журнале публикуются художественные произведения, очерки, критика, мемуары, материалы из литературного наследия. Надеемся, что и в будущем журнал «Простор» также будет радовать нас интересными публикациями и приложит все силы, чтобы доказать это своим читателям. Предложенный вашему вниманию журнал является частью библиотечного фонда. Его можно найти в секторе периодики нашей библиотеки. Спасибо за внимание!